вот наш итог смотрите как жуки короеды всякие грызут древесину видите выгрызали внутри дорожки следующий этап покраски привез сосед не отработки масло отработанная машинная сейчас будем красить им а там уже глядишь и красочкой поверх пройдемся картинка меняется вид совсем другое уже радостнее на душе хочется делать дальше так все хорошо продолжаем работать таня на грядке нашла сразу кричит саша саша иди сюда я схватил лопату бегу штук 5 выкопали мы медведок знаете где в перцах вот здесь одни были еще на половину живые по другим уже наступил каюк вот они с этих вот таких вот дырок то вылезали один мужчина подучил как ловить но мы пока еще не скажем мы еще не знаем посмотреть в интернете с пивом до бутылки так что у нас яблоки есть еще у нас орехи маленькие со спичечную головку вот этому ореху большому осенью будет 8 лет сейчас пойду на память засниму что я откопал сегодня случайно пошел к ореху и думаю а ну-ка надо приглядеться может быть есть хоть один орешек какой-то что вы думаете нашли два потом еще два потом еще три они маленькие сейчас покажу нас орехи выросли где-то где где же не так пришел я к дереву поделился радостью с соседом говорю у нас орешки могут быть только не могу найти вот два нашел видите они еще даже с какими-то как цветочками с пыльцой одним словом мы стане думали два потом еще два нашли не задают вопрос будка мол неприглядный вид имеет надо бы покрасить дело в том что из-за чего сарай и начали делать потому что будка уже у нас по плану на выброс не на выброс но всяком случае с будкой вот еще два совсем другие у нас планы красить я ее не собираюсь какая она есть какая есть кое-чего с нее возьму вот это железо заберу на мангал здесь у нас видите это прижали огнеборцы здесь вот росла береза она такая была все потрескалась одним словом я ее удалил сверху один ствол начал сохнуть удалил и вот такой был корешок вот остался пенек я тут разложил мусор всякий дух учит плохо горит надо дров подложить подложил идет соседка что-то у вас из будки дым валит но я так спокойно вирда не может быть говорю это костер горит а знаете что произошло вот эта часть от костра нагрелась а то внутри как в термосе двойное дно там и картонки и фанерки сейчас я вам покажу смотрите что тут в итоге это все начало внутри гореть ой боже мой и не и таня в шоке кричит соседу помоги прибежал прибежал сосед тут ну что гидрофор вон а куда поливать понимаете а я за секунду все что все что ценное повыносил дым валит буквально за пять минут все ничего не видно в будку не войти глаза закрываю хорошо что наизусть знаю где что какие окна какие двери там я покупал балконную дверь с пластика ну бушная но все все денег стоит все за секунду вынес когда при уехали наши мчс овцы кое-что по мелочи я начал заносить там на навели порядок подымаю двери с пластик со стеклом и не могу их поднять представляете вообще не могу сдвинуть и думаю откуда силы взялись вот это все я за секунду все повыносил одним словом сказка долго сказывается надо пойти тушь доделать это вот мчс вскрывала так что я в общем-то планы у меня мы ее красили красили она лучица но не самой же дорогой краской украсить снизу она приходит в негодность надо что-то переваривать такое вот что ты хочешь что пойдем душ делать шум одним словом одним словом вот рассказал вам про будку почему я ее не привожу в порядок каркас я и заберу от этой будки я так думаю остальное все это пойдет ну что где же живое железо конечно сниму остальное все выкинем ухты еда для медведок дай кошки пусть попробуй какой-то не ест пойдем таня сказала дать тебе покушать пошли остальным шунявка hello команда командовс привет идите идите проверьте соседей кто где есть где вы еще кормитесь вперед нет у нас у нас идет пробный пробный набор душа бака верни набрали воды ну одним словом хоботок этот буду менять я это мне не нравится конструкция ерунда какая-то ну так вот принцип такой замочили доски обмочили замочили сегодня ну где-то где-то так сейчас я закреплю еще два бруска покрашу их сверху бак сниму сегодня конечно же потому что надо подумать как его закрепить и продумать продумать развернуть бак потому что вот эта заглушка это как я вычитал для заполнения но тут тоже надо что-то что-то надо придумать чтобы свисал уже вот такой вот шланг для воды его только через переходник раз подкрутил подключил вернее и набрал но еще что-то придумаем чтобы ветром его не сдуло какую-то цепочку декоративную вот в этом месте и сюда вот отсюда закреплю за крючочек сюда раз через бак даже две цепочки и сюда вот на эту сторону за балку а две цепочки потому две цепочки потому потому что одна не получится они будут идти вот так видите тут пока ты склон одна цепочка сюда вторая цепочка сюда купим самую самую тонкую цепь продается она в магазине и все ну что сейчас закреплю я это подкрашу еще нормально будет здесь натянем натянем плащевку мы покупали стане на лето ну а если разбогатеем то можно еще какой-то декоративный материал так можно бесконечно какой надо быстрее душ делать потому что без душа не туды и не седы как говорится без воды и не туды и не седы ну вот так ребята ох и у нас парит ой 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 гром идет обещали дождь сегодня так что разбегайтесь кто куда разбегайтесь разбегайтесь слышите гремит уже до нас снова везут ура ну давай рассказывай лекцию читать кому тебе да я тебе целый день читать на даче отдохнуть хочется ну что у вас там огурчики цветут парнички или вас тепличка ярослав что мы рекламируем кровлю вот расскажи про кровлю номер телефона какие работы вы делаете мы делаем кровельные работы практически всю все виды кровли потом подшива кровли софиты навесы делаем беседки делаем разного вида свесы все что связано с кровлей все мы делаем обращаться так что если кому надо брещание телефон дать мобильный волком мтс плюс 375 29 814 61 78 это мтс да это лайф вообще мтс обращайтесь а может что-то позвонит кому-то пригодится эта информация полезна реклама номер два а я делаю перманентный макияж брови губы заполнение межресничного пространства телефон тот же телефон нет другое тоже лайф плюс 375 29 294 68 65 обращайтесь вот и хорошо обращайтесь какой вот наполовину построена в этом доме квартир а как это райончик замуховечья ну да да вон написано на доме замуховечья я здесь разговаривался с девушкой она с ребенком гуляла она говорит замуховечья а вообще по-русски заречье я говорю а как это так так говорю не бывает заречье это вообще зареческий район назывался изначально заречье а потом его переименовали ага понятно а где вам останавливаться дальше да возле космоса возле космоса там где евроопт евроопт этот там можно остановиться да там же стояночка есть ярославль есть специальные каналы которые они рассказывают специализируются на этом написать бумагу сейчас честно время столько прошло что я ничего не знаю это вот но она меняется все время при желании рассказать кратце чтобы они знали то есть все подряд все подряд любые темы ярославль ирина спасибо красивые милые симпатичные молодые люди спасибо удачи вам отмечать молодых людей пойдем грязно кто не успел ознакомиться с рекламой которая шла в автомобиле пожалуйста спасибо Таня довольна повезло ну да подвезли нас а я как рад что мы не шлепали пешкодравом что я рада а я как рада то я то то это